6 июня исполнилось 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Чтобы почтить память великого русского поэта и еще раз восхититься его творчеством, десятки человек собрались у памятника Пушкину в Томилине. На праздники побывал Богдан Колесников. Пушкин, он не только источник русского языка, русской литературы, русской речи. Я думаю, что он является некой базой, неким основанием именно русского языка. Потому что он его укрепил, он его продвинул, он его совершенствовал. Образец, как надо правильно выражать свои мысли, это, конечно же, Пушкин. Он стал неким столпом русского языка, русской литературы, русской поэзии. И это сегодня мировая величина. Пушкин первым из русских поэтов заговорил простым народным языком. Этот язык в его стихах и сказках. За свою недолгую жизнь, а поэт прожил всего 37 лет, он написал 783 стихотворения, 15 прос, 14 поэм, 7 сказок, 6 драматических произведений и один роман в стихах. Евгений Онегин. Через наше великое творчество раскрывается наша неподтаённая, глубинная русская душа. Именно через Пушкина это всё начало быть и никогда не заканчиваться. Я памятник себе воздвиг нерукотворный. К нему не зарастёт народная тропа. Вознёсся выше он главой непокорной Александрисского столпа. Я прожила всю жизнь в Томилино. И когда 6 июня 1968 года открывали памятник Пушкину, мы, конечно, все тут были. Это такое было для нас счастье. И вообще Пушкин – это такой человек. И вот 6 июня мы видели его праправнука, который приезжал на открытие. И для нас это громадный праздник. Каждый год 6 июня у памятника звучат стихи. Сегодня, в честь юбилея поэта, жителям предложили окунуться в эпоху романтизма и пригласили на Пушкинский бал. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.